Вы что, не понимаете? Она не поджигала кампус! Молли, беги! Посидишь тут, сразу поймёшь, что можно делать, а что нет. Тоже мне герой. Кто тебя просил разбивать стекло Мерседеса? А что я должен был делать? Стоять и смотреть, как арестовывают невинного человека. Ага, невиновна. Она школу подожгла и должна отвечать по всей строгости закона. А ты будешь сидеть тут, за хулиганство, герой. Сколько мне тут сидеть? Пока родители за тобой не придут и не оплатят штраф. Не надо рассказывать родителям, я не хочу их расстраивать. Штраф я сам могу оплатить. А я не могу выпустить тебя без родителей, потому что ты несовершеннолетний. И где ты хочешь взять столько денег? Только не говори, что ты хочешь ограбить банк. Нет, друзья помогут. Я есть хочу. Ага, сейчас. В ресторан только позвоню. Вы что так и собираетесь здесь сидеть и ничего не делать? Камиль в беде, ему нужно помочь. Тоже вы не друзья. Камиль сам виноват. Нечего было включать героя и разбивать машину директора. Нужно было думать головой. Ты что, реально не догоняешь? Он это сделал для того, чтобы спасти Молли. Спас? Ну вот теперь пускай Молли вытаскивает его из этой ш... Блин, Камиль в полиции из-за нас. Может расскажем все как было? Заткнись, папа. Ты что, совсем дурак? Если мы это расскажем, то нас посадят вместо Камиля. Я в тюрьму не хочу. И я в тюрьму не хочу. У меня еще вся жизнь впереди. Ну ладно. Я просто предложил. Я тогда тоже не хочу в тюрьму. Если не хочешь, тогда закрой свой рот. Камилю нужно помочь. Кто не хочет, может в этом не участвовать. Кто с нами, поднимите руки. Баскетболисты, вы с нами? Ладно. Хоть я с ним и не дружу, я готов помочь. Мы что, хотим устроить побег из тюрьмы? Точно! Мы можем вырыть подземный туннель и вытащить Камилю из тюрьмы. Я такое в кино видел. Мы что, кроты что ли, чтобы вырыть в туннеле? Баскетболисты, вы что, реально отбитые? Мы сейчас просто пойдем к директору и попросим его забрать заявление из полиции. И тогда Камиля выпустят. Так. Все сели на свои места. Урок начинается. Вы что, оглохли? Я сейчас директору пожалуюсь. Можете пойти вместе с нами. Мы как раз к нему идем. Здравствуйте, можно? Да, да, заходите. Я это, брат, навестить пришла. По куштам и принесла. Ну вообще-то к нарушителям мы никого не пускаем. Ну ладно, сделаю исключение. Но ненадолго. Спасибо. Привет, Камиль, ты как? Привет, Амина, я так рад тебя видеть. Я думал, ко мне уже никто не придет. Я тоже тебя рада видеть. Я тут тебе кое-что принесла. Ну, чтоб тебе скучно не было. Спасибо, сестренка. Слушай, а ты можешь маме с папой не рассказывать, что я здесь? Скажи, что я у Пазла остался ночевать. Не хочу их расстраивать. Хорошо, Камиль, не переживай. Все будет хорошо. Мы тебя скоро вытащим. Так, все, время вышло. Выходим. Пока. И передай ребятам из кампуса, что я скучаю. Вау, Амина мне принесла. Гуджису стрейч страйкер. Что это он там делает? Что это у тебя такое? Ничего. А ну, показывай. Я же вижу, за спиной что-то прячешь. Окей. Это новый Гуджису стрейч страйкер. Игрушки, которые можно растянуть в три раза, а затем они легко принимают свою форму. Чего? Да ты врешь, наверное. Не может такой быть. Если так сильно растянуть игрушку, то она порвется. А вот и нет. Если не верите, могу доказать. Возьмитесь. Тяните, не бойтесь. Реально тянутся? Гуджису наполнены уникальным гунаполнителем, благодаря которому каждый монстр обретает свою суперсилу. Суперсилу? Да. Тот, что у вас в руках, это Викинг Рок Джор. Он суперзлодей. А это царь Гидра. Он обладает тройной суперспособностью. Тройная атака. Выстрел. Оглушительный рык. И растяжение. А мне нравятся твои гуджису. Подарю их своему племяннику. Еще чего захотели. Виновник должен понести наказание. Или вы думали, все так просто? Можно пойти и разбить мою машину, а потом свободно гулять по кампусу? Да, мы понимаем, что произошло недоразумение. Пострадала ваша машина. Но я уверен, что Камиль это сделал. Случайно. Так, Пазл, что ты мне тут заливаешь? Случайно? Это когда идешь по улице, и тебе птичка на голову какает. А тут я сам лично видел, как он схватил кирпич и со всей силы ударил по моей машине. Ну, дайте пройти. Я не поняла. Вы что, говням захотели? А ну, быстро на урок! Вот, слышали? Антонина Изольдовна зовет вас на урок. Идите. Так, Антонина Изольдовна, идите, пожалуйста, в класс. Мы сейчас уйдем. Вы негативно влияете на директора. Короче, мы готовы возместить вам еще. То есть, вы готовы купить новое дорогостоящее стекло на мой Мерседес? Ну да. А, ну раз так, то я готов пойти вам навстречу и забрать свое заявление из полиции. Но только после того, как увижу новое стекло на своем Мерседесе. Ну вот и отлично. Договорились. Ну и что сказал директор? Сказал, что если мы купим ему новое стекло, то он заберет заявление и отпустит Камиле. Че, уставились? Скидываемся? Блин, только накопил на новые наушники. Так, у меня нет денег. Ты можешь за меня скинуться? Я тебе потом отдам, отвечаю. У тебя никогда не бывает денег. Задолбал уже. Я скинулся. Так, этого должно хватить. Дэн, Сыдак, вы поедете покупать стекло. Дэн, держи деньги. А я поеду в автосервис к своему дяде. Буду договариваться, чтобы он это стекло установил. Лея, ты поедешь со мной. А все остальные идут на урок. Блин, а че ты нам не дал задание? Я не хочу идти на урок. Иди учись, сказал. Вы и так тупые. Я не поняла. Это он про всех или только про бабла? Да забей, Понка. Пошли на урок. Если что, я не тупая. У меня по всем предметам одни пятерки. Лейтенант, принимай. Еще один нарушитель. А эту за что? В парке поймали. Она бегала на четвереньках, на людей бросалась и кусала их. Она из этих, как их там называют? Квадрокоптеры. Квадроберы, а не квадрокоптеры. Они сейчас все с ума посходили. Представляют, что они собаки и кошки. А, точно, квадроберы. Меня тоже хотело укусить. Сумасшедшие. Привет. Тебя как зовут? Я не разговариваю с незнакомыми мне людьми. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Будешь? А можно потише там, не мяукать? Мы не в зоопарке. А ты что, реально квадрокоптер? Да, реально. Мне нравятся люди. Да блин, что там происходит? Эй, ты что там делаешь? А ну, прекрати рисовать на стенах. Я сказал, быстро прекрати. Ну все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неси нормально, сейчас уронишь. Да нормально я несу. Мне просто неудобно. Давай поменяемся. Ладно, давай поменяемся. Минутик. Теперь мне неудобно. Давай боком понесем его. А так реально неудобно нести. Хватит болтать, смотри под ноги. А то споткнешься и уронишь. Эй, вы что, дебилы? Я из-за вас чуть не упал. У меня в рюкзаке заказ на два косаря. Дебилы. Окринеть. Он лобаш разбил. Это была твоя тупая идея идти боком. Что, типа теперь я виноват, что ли? Вот ты м***ь так. А что я-то? Ты что, меня крайним сделал? Мог бы сразу сказать, что никакого автосервиса твоего дяди нет. Я что, знал, что его посадили за то, что он ремонтировал ворованной тачке? А позвонить заранее было не судьба? Блин, пофиг. Сами наклеим это стекло. Короче, ребят, у нас маленькая проблемка. Какая еще проблема? Где стекло? Стекла нет. Как нет? Вы что, его не купили? Ребят, сейчас сделайте глубокий вдох и главное не нервничайте, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Какие клетки? Где стекло? Мы его разбили. Ну, точнее не мы, а курьер. На самокате. Но это не так страшно, ведь у нас есть план Б. Вырывем туннели и спасем Камиля. А лопаты есть в кампусе. И ничего покупать не нужно. Вы что, придурки? Это были последние деньги. Это стекло стоит, как моя почка. Ладно, я знаю, где взять денег. У моей тети есть бизнес, можем занять у нее. А вы потом ей будете отдавать. Может, ты сначала позвонишь ей? А то мало ли, ее тоже посадили. Нет, у нее все чисто. У нее свой маникюрный салон. Ладно, погнали. Я не понял, ты где находишься? В школе или в приюте для животных? Что это такое? Быстро снял свой маскарад. Еще раз увижу тебя в таком виде. Выгоню из школы. А завтра жду тебя с родителями. Тоже мне квадрокоптеры. Квадромбер, квадрокоптеры. Это что, новое стекло от моей машины? Вот я дебил. Выходи, ты свободен. Че, правда? А как же штраф? Скажи спасибо своему директору. Он позвонил и сказал, что претензий к тебе не имеет. Ну, если хочешь, можешь еще посидеть. Нет уж, я, пожалуй, домой пойду. Прикольно, что ты любишь животных. Я тоже очень люблю кошечек и собачек. А еще я очень прикольно прыгаю. А, Минька, я уже дома. Че делаешь? Не понял, а это еще кто? О, привет, Каймия, знакомься. Это моя новая подружка. Ее Китти зовут. Она сегодня остается у меня на ночевке. Ты че? Подружилась с Квадробером? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok